В добрый путь! Оксана, расскажи, пожалуйста, немного о себе и о том, как мы сегодня будем работать. Привет всем! Друзья, если что, виновата во всем я. Это я давно мечтала сделать такое реалити. Я безумно благодарна всем людям, кто согласился поучаствовать в этом эксперименте. Что получится, ну, посмотрим. Значит, немножечко с чего вдруг я начала мечтать о таком реалити и о вот этой мультимедийной истории. Вообще, в принципе, изначально я из журналистских кровей и работала и на телевидении, и в газете, немножечко на радио. Но в середине 90-х годов я открыла для себя интернет, и все. И я с традиционными СМИ распрощалась, потому что тот интерактив, та возможность создавать своими собственными ручками очень классные комбинированные медиапродукты. Ни телек, ни радио, ни газета, ни журналы, они не могли мне дать вот этой возможности. И поэтому вот прям с 90-х годов, я обычно говорю, вы знаете, я помню, когда в интернете все друг друга знали по именам, но это действительно так. С тех пор я занимаюсь вот околоинтернетными сетевыми проектами. И в 2001 году я выиграла стипендию, уехала в Великобританию получать магистрскую степень по мультимедийной журналистике. Это значит там 2001 год, на границе 3-го и 4-го года я вернулась, и если честно, мало кому пригодилось, как вот наемный сотрудник. Потому что к тому моменту в России аккуратненько начали переучиваться писать заголовки в новостях из газетных, начали учиться писать что-то такое интернетное. А я приехала с лонгридами, а я приехала там с интерактивами, с комбинированием, с программированием, тестами, витаринами и так далее. И вот этот вот мой запал, ребята, блин, мультимедиа дает такой простор и такие возможности для творчества. Он немножечко так обратным культурным шоком вернулся. И дальше с тех пор я начала делать свои собственные проекты, помогать редакциям, перестраиваться на цифровые рельсы. И сейчас фокус внимания вот ушел у меня на образование, потому что все те реформы, все те трансформации и человеческие, и технологические, которые мы уже прошли в медийке, мы уже прошли в медиаотрасли, они все сейчас, они стоят вот перед отраслью образования. И этот внезапный дистант во многом, ну вот стал таким испытанием, таким же испытанием, через которое прошли, ну буквально лет семь назад прошли журналисты. Поэтому вот я такой перекрестный опылитель нескольких отраслей, работаю и с некоммерческими организациями, и с учреждениями культуры, и с журналистами, потому что я не вижу особой разницы между вот этими нашими отраслями. У нас тематики могут отличаться, но по сути мы занимаемся коммуникацией, мы занимаемся общим делом. Поэтому мы можем применять подходы, которые есть в разных отраслях, применять для решения задачек других отраслей. Ну и что из современного? Я вхожу в академический совет программы медиакоммуникации Высшей школы экономики. У меня своя компания Сила Медиа, и мы делаем всякие разные прикольные проекты. Например, вот такое вот реалити. Вот это то, кто я, и чего от меня, наверное, можно ждать. Да, Оксана, спасибо тебе большое, это очень интересно. Теперь мы передадим слово Алисе. Алиса расскажет о себе, о том, чем она занимается, о своем прекрасном профессиональном пути, и, собственно, о том, зачем же ей онлайн-образовательный курс. Алиса? Всех слышать. Я сейчас в Лондоне, и буквально сейчас расскажу о том, как получилось, что я здесь, в принципе, оказалась. Свой путь в журналистике я начала 12 лет назад, это действительно было давно. Вот, я пришла в редакцию во время русско-грузинской войны, и на самом деле я была, конечно, шокирована тем, что происходит, как тогда поляризировались медиа. Я оказалась в независимом на тот момент холдинге, который работал в Петербурге и работает до сих пор, в редакции ЗАГС.РУ и Лена Сдат. Я писала новости, потом я стала корреспондентом, потом я стала редактором сайта. Какое-то время была редактором сайта ЛенаСдат.РУ, который пишет про жизни медиа-сообщества. Это был очень интересный опыт. И потом случилась такая увлекательная для меня трансформация. Я двинулась в сторону журналистики расследований. Я была полностью покорена, в общем-то, тем, что происходило на тот момент на Западе, когда появлялись потрясающие расследовательские проекты, где журналисты разбирались в очень сложных вопросах, копались в документации, упаковывали это всё в потрясающие лонгриды. И на тот момент я понимала, что это то, куда я хочу вообще-то отправиться дальше. И таким образом, спустя два года, я оказалась в редакции «Новой газеты» в Москве. То есть после петербургского бэкграунда. Три года прожила в Москве, работая в прекрасной редакции «Новой газеты». Это моя любовь. Это уникальная редакция, в которой можно встретить людей, в общем-то, всех возрастов, взглядов. И это опыт, который на данный момент, наверное, больше всего меня определил как журналиста. Но одновременно с этим я поняла, что меня всё больше и больше увлекают не только мультимедийные проекты, а мы сделали, к примеру, для «Новой газеты» спецпроект под названием «Мести С». Это спецпроект пациентов с гепатитом С. Но также делали совместный проект документальный с театром «Дог». И я поняла, что обогащая тексты и истории не только мультимедийными форматами, но форматами, в которых присутствует арт, искусство, мы начинаем понимать, как работать со зрительской эмпатией, как работать с эмпатией читателя. Это то, что меня увлекает больше всего. История про вовлечение, история про то, когда читатель становится не только читателем, но и соучастником некого действия. Это то, во что я сейчас верю. И на данный момент я нахожусь в Лондоне. Я учусь здесь, на магистратуре, в университете UCL, University College London, который является частью университета Лондона, на программе с удивительным названием «Этнографическое и документальное кино». И готовит эта программа людей, которых называют «Self-Shooting Directors». То есть это люди-режиссеры, которые сами, кроме того, еще умеют снимать, монтировать и быть продюсером своих проектов. Сейчас я в конце этого пути магистратуры, которая длилась уже год. И действительно, главный путь, который я проделала, это путь от человека, который писал тексты и, в принципе, мыслил текстами. Да, я, может быть, уже понимала мультимедийные форматы, но визуальное мышление — это то, что мне на тот момент было недоступно. И на данный момент, мне кажется, что мне удалось перепрошить себя. И я действительно по-новому смотрю на мир. Благодарна программе за это чрезвычайно. И почему я хочу сделать курс? Потому что мне кажется, что это такой взгляд, взгляд на журналистику, медиа и вообще разговор со зрителем как действо, как некий арт. Это то, в чем сегодня нуждается российское общество. И моя идея курса — это идея курса не для журналистов, в первую очередь, а для активистов, для представителей НКО, как им использовать формат документальных проектов и документального кино в своей деятельности. Почему? Об этом, наверное, я расскажу попозже. И очень благодарна за эту возможность присоединиться к потрясающему эксперименту, в котором мы сейчас все участвуем. Да, спасибо, Алиса, замечательная история. Друзья, если у вас что-то со звуком, вы можете увеличить звук у себя на устройстве, на котором вы смотрите нас, на ноутбуке или на телефоне, вы просто добавьте звук, и тогда нас будет хорошо слышно. Это то, что касается технических моментов. Значит, то, что касается содержательных моментов. Прежде чем Оксана расскажет о том, как мы сегодня будем работать над курсом, я все-таки, коллеги, задам вам, Алиса, Оксана, задам вам вопрос, который задают нам читатели наших социальных сетей. Зачем вообще нужно онлайн-образование? Онлайн-образование – это зло. Онлайн-образование ничего не дает. Образование передается только от человека к человеку. Что мы на это ответили? Жестоко, жестоко. Я, наверное, начну, потому что я на этот вопрос отвечаю последние лет уже много, потому что первый дистанционный курс, который я прошла, я его прошла в 92-м, а первый курс дистанционный, который сделала, здесь сделала в 99-м. Поэтому это мой любимый вопрос. Значит, мой любимый ответ на это все. Люди, вы давно книжки читали? Книжки – это же хорошо, да, это же такая клевая передача знания, но ведь книжка есть дистанционный формат передачи знания. И когда вы читаете книжку, вы, собственно, в дистанции по самые уши. Есть просто проблема в том, что люди имеют очень разный опыт, и люди делают выводы, исходя не из более-менее непредвзятой картины, что такое онлайн-образование, а исходя из своего личного опыта. И поэтому сейчас, когда люди подписывают петиции против дистанционного образования, они подписывают не против онлайн-образования, а против того бедлама, с которым они столкнулись, конкретно вот этой весной, и конкретно из-за коронавируса, из-за того, что «аа, никто не готов, ужас, какой кошмар», и это форс-мажор. Вот, то есть онлайн-образование, на самом деле, это возможность, это расширение границ, это возможность коммуницировать с живым человеком, который обладает нужным вам знанием, вне зависимости от того, на какой территории он находится. И онлайн-образование очень разнообразно. Есть сочетание онлайна с оффлайном, есть чистые дистанты, когда вы физически ни с кем не видитесь. Бывают варианты, когда часть курса вы изучаете в онлайне, а в оффлайне встречаетесь как такие кустовые живые группы и разрабатываете собственные проекты. Вариаций очень-очень много. И поэтому до тех пор, пока вы пробовали только один сорт яблока, вы считаете, что все яблоки вот такие кислые, какие вы попробовали. На самом деле, наработка опыта дает вам представление о том, какая польза есть от онлайна. Но это всего лишь формат. То есть это форма доставки сигнала от одного человека до другого. Телефоны же. Мы просто звоним и сообщаем друг другу, где мы есть. Телефон сам по себе неплох и нехорош. Он нейтральный способ передачи сигнала. Важно думать не о том, в какой форме это, а о том, какой смысл мы вкладываем в это обучение. И если это, извините за фривольное слово, так себе контент по содержанию, по смыслу, то вообще без разницы. Он отстойная лекция в оффлайне или отстойная лекция в онлайне, она все равно отстойная. Поэтому вопрос не в передаче сигнала, а в том, кто говорит, о чем он рассказывает, насколько качественный смысл, насколько адекватная выбрала форма передачи. Но про это мы еще обязательно сегодня поговорим, потому что это и лежит в основе моего принципа разработки курса. Молчу. Спасибо, Оксана. Да, Алиса. Да, мой взгляд, наверное, пользователя, человека, который прошел немало курсов за последние годы, что я в журналистике. И я прекрасно понимаю, что журналисты сегодня без этого вообще никак абсолютно. И могу также сказать, что, собственно, в Британии как раз часть курса в связи с эпидемией я проходила как раз дистанционно. И, о чудо, если честно, это была лучшая часть курса. Вот, потому что... Хотя бы потому, что мне приходило тратить время на транспорт, и при этом был очень плотный контакт, и наши, допустим, менторы в университете, они общались с нами больше, чем в обычном формате. Вот, так что я, можно сказать, всяческий поклонник дистанционных форматов, которые берегут наше время, силы и позволяют нам получать новый опыт. Вот, так что очень здорово, что так происходит. Спасибо. И, зачастую, берегут еще и наши деньги. Да, прежде чем мы приступим к работе, друзья, я хочу сказать вот что. Обязательно подписывайтесь на канал «Сила Медиа». Обязательно заходите на сайт «Сделано Медиа». Это площадки Оксаны Силантьевой. И именно там можно увидеть и получить все инструменты, с которыми мы сегодня будем работать. И именно там можно будет увидеть и получить те кусочки видео, те небольшие видосы, которые появятся по итогам нашего прекрасного эксперимента. Ну что, ну что, мы страшно волнуемся, но давайте все-таки начнем этот эксперимент. Оксана, тебе слово расскажи, как мы сегодня будем работать. Ну что, друзья, я хочу сказать, что несмотря на то, что у нас это дистанционный формат, вы можете присоединяться к разработке. То есть я сейчас буду, мы вместе с Алисой будем общаться. Я ничего не знаю про, ну, кроме тематики и направления, мы договаривались, у нас нет никаких заготовок. Мы как раз с нуля и хотим показать тот принцип, как продюсер, методист работает с автором, с носителем смыслов, как они взаимодействуют друг с другом и как планируют, разрабатывают дистанционный курс. Поэтому вы просто можете следовать по этому же самому алгоритму, смотреть на экранах, что вы увидите, потому что мы расшариваем экраны, и я свой компьютер, и Алиса свой компьютер показывают. То есть вы видите не только наши лица, вы увидите абсолютно все действия, все движения наших мышек, пальцев и клавиатуры, которые будут происходить. Вы просто можете следовать этому же алгоритму и разрабатывать какой-то свой небольшой тренинг, свой небольшой фрагмент для своего курса, и затем мы сможем это все дело обсудить, посмотреть у кого что получилось. Значит, давайте я сейчас переключусь уже на свой экран и покажу вам, собственно, принцип, принцип, которому я разрабатываю курсы. Значит, здесь у нас моя любимая картинка, которая... Ну, я как коммуникатор, как медиакоммуникатор, я считаю, что вообще весь процесс обучения это, по сути, коммуникационная петля. Есть преподаватель, есть учитель, у которого есть какая-то светлая мысль в голове, есть некое содержание, контент, которым учитель хочет поделиться. Или он делает это в ответ на обращение ученика, либо он делает это по программе, и по ученике к нему подключается. Но в любом случае в коммуникации всегда есть тот, кто драйвер, тот, кто инициирует это общение. И чаще всего это вот педагог, мастер, преподаватель. Дальше у нас есть ученики. У учеников есть своя собственная мотивация. У нас видно... Виден мой экранчик людям. Видно? Все отлично. Все, спасибо. Значит, вот эти вот ученики, у них есть своя мотивация. Они каким-то образом, какой-то волею судеб оказались в одном пространстве образовательном, вместе с этим учителем. Иногда люди добровольно приходят учиться. Иногда они приходят, потому что подружка привела. Бывает, что это обязательно нужно по расписанию посетить, иначе тебя отчислят. То есть у этих людей, у этих винни-пухов, которые участвуют в образовательном процессе, у каждого из них есть своя история, как он сюда попал. И, к сожалению, вот мой опыт показывает, что когда мы с педагогами, с преподавателями разговариваем, они забывают подумать о том, что движет их учениками. То есть такой шаблонный, стереотипный подход, что у меня есть курс, у меня есть программа, у меня есть некий набор учеников, учебный план, темы, которые я должен вычитать. А вот эти вот люди, которые приходят, они обязаны это слушать. В коммуникационном, да, в коммуникативном этом ключе и ракурсе так не работает. Коммуникация – это всегда взаимодействие, даже если винни-пухи сидят вот так вот, сложив ручки в первом классе. У них у всех есть мысли, у них у всех есть желания и какие-то особенности поведения. Поэтому вот если мы смотрим на образование с позиции коммуникации, у нас есть вот эти ключевые узлы. Учитель должен ясно мыслить и понимать, что он делает, зачем он делает и какое содержание он готов передать. Дальше он должен понимать, и учащиеся тоже должны понимать, зачем они пришли, с какой мотивацией, чего они хотят и к какому результату они двигаются. Дальше учитель упаковывает, преподаватель упаковывает этот контент в некие форматы, организует некий канал передачи этой информации и организует обратную связь и вот это вот взаимодействие. И это у нас простенькая картинка, где у нас один ученик. Когда у нас добавляется группа, здесь еще добавляются, конечно, и истории про взаимодействие Винни-Пухов между собой, там, динамика группы, горизонтальные связи и дальше те методы, которые мы используем для того, чтобы повысить активность уже групповой. Ну, то есть мы к образованию относимся, я к образованию отношусь как вот к такому коммуникационному взаимодействию. И поэтому для того, чтобы разрабатывать какой-то курс, причем здесь нет разницы онлайна либо оффлайна, я сделала вот такую схему, такую рамку, и сейчас просто чуть-чуть расскажу про составляющие. Значит, о чем сформулируете тему, о чем будет ваш либо курс, либо какой-то отдельный тренинг, кто будет вашими учениками, аудитория важна. При этом ученики шестого класса или там студенты факультета такого-то, это не описание вашей аудитории. Есть такой метод персонажей в IT, сфере активно используется. Это такое описание типичного представителя с его интересами, с его проблемами, с его там желаниями, там, бэкграундом. Все то, что влияет на поведение этих людей. И в вашей группе может быть несколько таких разных типов. Для разного типажа, для разного сегмента в вашей группе придется придумывать, предвосхищать и разрабатывать что-то свое для того, чтобы каждая группа достигла максимально доступного результата. Значит, нам нужно понять, что ученики уже знают по теме, зачем они приходят, как это связано с их реальной жизнью. Мы отдельно разберем там просветительский обучающий курс, с чем отличаются и как это влияет на содержание и способ упаковки нашего учебного контента. И дальше мы сделаем мультимедийную раскадровку. Вот то, что в нижней части таблицы, это смысловые модули, что у нас, какие сегменты, какие лего детальки мы будем собирать в эту конструкцию. И форматы представления, потому что каждый отдельный сегмент может быть представлен в разных форматах. И вот когда мы уже делаем вот эту планировку тема, формат, дальше мы уже можем расставить. Это будет в онлайн формате доставленная информация или это обязательно требует какого-то оффлайна. Мы можем эти виды комбинировать. Таким образом, если вы по этой схеме разрабатываете курс, то вы можете, во-первых, гибко его переводить из онлайна в оффлайн. У вас готовый контент, у вас готовые форматы, у вас готовая логика рассказывания истории. И тогда внезапный коронавирус дубль 4.0 не застанет вас врасплох, потому что у вас с точки зрения структуры уже все будет готово и можно будет переводить достаточно легко это из онлайна в оффлайн. Вот, собственно, схема, по которой мы будем работать с Алисой. Еще раз говорю, мы решили рискнуть и никаких у нас заготовок заранее нет. У Алисы на ее экране она будет делать, это она будет делать в другом сервисе. Сервис называется kogl.it. Это сервис для создания майндмэпов и интеллект-карт. Майндмэпов, запитая интеллект-карт. Это способ организации мысли, который очень сильно отличается от экселевского, от табличного. И я всячески рекомендую и педагогам, и любым людям, кто связан с какой-то творческой деятельностью, всячески рекомендую использовать этот формат для организации мыслей. Потому что таблица нас загоняет в определенные рельсы, и загоняет в линейные рельсы. Мы в итоге, в результате, посмотрим на ту карту, которая у Алисы получится, и я вам объясню, каким образом вот с помощью таких карт можно делать навигаторы для студентов, можно выстраивать самообразование, и можно отпускать вот этот бесконечный контроль за учениками, в каком порядке они какие темы изучают. Это мы с вами обязательно в конце посмотрим. Значит, что мы сейчас делаем? можно переключить на экран, чтобы было видно и то, что Алиса делает, и то, что делаю я. И Алисе сейчас задание для ее карты это написать тему курса, описать отдельными ветками какие разные сегменты, какие разные типы учеников, какие разные типы учеников ты хотела бы видеть у себя на курсе. Про НКО ты уже сказала, но в НКО тоже разные люди. Есть люди, которым просто интересно, есть кто уже пробовал, ну, то есть вот попробуй поискать границу вот этих вот сегментов, какие разные группы людей ты хотела бы у себя на курсе видеть. Вот, поэтому мы сейчас, Алиса у нас в карте делает свои сегменты, я тут тоже потихонечку буду заполнять этот шаблон, эту схему. Если кто-то будет с нами параллельно делать, тоже можете приступать и описывать свои сегменты, и, Нина, передаю тебе слово. Продолжение следует... Продолжение следует...